Итак, коллеги, сегодня мы с вами поговорим об основных аспектах планирования исследования, в том числе и по диссертационным исследованиям, кто вообще этим занимается. Зовут меня Ирина Самусь, кандидат медицинских наук, специалист по медицинской статистике. Значит, это презентация, весь материал был подготовлен совместно со специалистом, также кандидатом медицинских наук, научным сотрудником НИИ сердечно-сосудистых проблем города Кемерово, Анастасией Михайловной Кочергиной, может быть, знаете, кто подписан на NC Cardio Education в Инстаграме. Поэтому с ее разрешения и совместно с ней был весь этот материал на сегодняшнюю лекцию разработан. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Вы можете внизу справа. Да, соответственно, скажу. Вообще, какое планирование у нас бывает при планировании исследования? Я разделила эти данные виды на два. Стратегическое и тактическое. Стратегическое – это то планирование, которое помогает нам оптимально распределить все виды ресурсов во времени. У нас бывает три вида ресурсов на данном этапе. Это время, деньги и силы, которые нам нужно грамотно распределить, чтобы не потратить все впустую. Это очень важно в настоящее время, потому что те люди, которые никогда этим не занимались, будут постоянно натыкаться на одни и те же ошибки и ходить по кругу. Те люди, хотя бы хоть кто-то как-то занимался какими-то видами исследований, либо видел, как коллеги это делают. Но есть нюансы, которые тоже могут вас ввести в заблуждение. И чтобы этого не сбежать, мы будем подробно разбирать. И тактическое планирование, в том числе и статистическое исследование. Это планирование, которое практически каждый из вас будет это делать. От гипотезы до расчета мощности уже проведенного исследования, если это необходимо и если это, в принципе, возможно. Поэтому, с чего нужно начать исследование? На мой взгляд, начать исследование нужно с выбора научного руководителя. Почему? Даже если вы не оформляете свое научное исследование в диссертацию, главное выбрать наставника, который вам поможет. Здесь у вас всегда есть выбор. Я возьму только крайние диаметральные разные точки. Либо это наставник, который делает большую часть работы за вас именно по планированию. Он говорит вам, какую тему. Он говорит, что дальше делать. Каждый шаг ни влево, ни вправо вам, по сути, не разрешается. Но вы следуете каждому совету, каждой рекомендации. И по итогу вы получаете тот результат, который планировали. Либо это проведенные исследования, либо это оформленные исследования в научную рукопись, будь то диссертация, будь то статья. Поэтому здесь уже выбор за вами. Крайне диаметральным типом наставника, научного руководителя, является руководитель, который пускает в самостоятельное плавание. Он говорит, вы пишите, а там дальше посмотрим. Вот для осознанного, опытного, научного деятеля, возможно, это лучший вариант, поскольку он уже сможет грамотно спланировать, знает свою дисциплину, специальность, как правильно это подать. Уже есть опыт в написании и проведении исследований, в оформлении его. Возможно, это будет лучший вариант, но у вас всегда есть право выбора. Потому что если без грамотного планирования, без составления плана, графика в научном исследовании, вы можете не сделать ничего. Поэтому, когда вы планируете свое исследование, вы все знакомы с системой SMART по установлению целей. Поэтому свое исследование, что вы хотите от него, вы прописываете по системе SMART. Лекция у вас по тайм-менеджменту была с Еленой Орлиной, да, и наверняка она вас знакомила, как правильно прописывать, как распределить время. Поэтому для того, чтобы получить результат, вы определяете содержательный и временной контент своего исследования в любом случае. Если вы этого не сделаете, вы не сделаете это никогда. Поэтому обязательно прописывайте полностью свое исследование, что вы от него хотите. И открою вам, не открою, наверняка вы уже знаете, напомню вам лишь, что планирование исследования начинается с прописывания его конечного результата. Что вы хотите получить. Итак, начнем с ресурсов, да, со стратегического планирования. Я уже сказала, что стратегическое планирование заключается в оптимальном распределении ресурсов. В настоящий момент самый ценный ресурс – это, конечно же, время. Вам нужно четко определить, выделить время для проведения научного исследования, для оформления бумаг, для работы в клинике, для работы, если это необходимо, в архиве или в медицинской информационной системе для того, чтобы получить нужную вам информацию. Конечно же, нужно запланировать финансы, бюджет на это исследование, поскольку не все, часть вы, конечно, можете взять информации за счет бюджета клиники, либо фармацевтической компании, которая будет проводить исследования, либо за счет фондов. Но в любом случае, какими средствами вы будете располагать, это необходимо вам знать. Ну и, конечно же, свои силы, и не только свои, поскольку давайте забудем о том, что исследование проводится индивидуально. Никогда один человек не проводит это исследование, и мы с вами об этом поговорим. Итак, что же у нас, какие могут быть проблемы во времени? Как мы можем сами себе вырыть яму, если мы неправильно спланировали время? Обязательно нужно оценить скорость набора ваших исследований. Если вы пишете диссертацию, либо определили временной контент на три года, исследуете заболевание, которое встречается два наблюдения в пять лет по всей России, вы никогда не наберете никакую выборку для того, чтобы провести полноценные исследования. Поэтому обязательно, когда вы планируете время, вы определяете скорость набора ваших исследований, если это проспективное исследование. Если же это ретроспективное, то вам нужно обязательно запланировать, с какой скоростью, в какое время и когда вы будете собирать информацию из медицинской информационной системы. Это обязательно. Естественно, если это, опять-таки, проспективное исследование, вам нужно определить сроки поставки расходных материалов. Обязательно планируем, заключаем договоры, прописываем сроки, когда вам приходят поставки реактивов, либо препаратов. Это очень важно. И, как правило, у нас самый частый срыв, стабильный срыв срока – это перед Новым годом. Когда все вообще отправки, они, ну, как правило, срываются и задерживаются, поскольку это самый горячий период по, вообще, по завершениям, по заключениям контрактов, да, потому что все, как правило, контракты заканчиваются 31 декабря. Кто-то из экономистов, кто грамотнее строит свою информацию, свою работу и договорной отдел, они заключают по другому системе, да, соответственно, вот в любом случае обращайте внимание на сроки поставки препаратов. И если вдруг вы запланировали начало проведения исследования в ноябрь-декабрь, то будьте готовы к тому, что этот момент у вас просядет. Ну, и, конечно же, как я уже говорила, без соисполнителей вам никак. Нужно обязательно учитывать обстоятельства соисполнителей, потому что абсолютно в одиночестве вы не будете выполнять это исследование. Элементарно хотя бы потому, что вы не делаете забор материала, например. Но об этом при распределении сил мы поговорим чуть позже. Значит, какие у нас есть выходы? Ну, это всеобщая рекомендация. Во-первых, распределять время согласно матрице Эйзенхауэра. И самое важное – это красный квадрат. То есть если вы правильно распределите время, у вас будет четкое, планомерное решение вопросов, и вам нужно будет только оперативно решать какие-то вопросы, если произошли накладки. Поэтому, что несрочно и важно мы относим, ну, как правило, это статистическая обработка, когда вы уже набрали материал, либо само заполнение базы. То есть провели клиническое исследование, все у вас прошло. Вот этот материал достаточно планомерный и зависит практически, прошу прощения, только от вас. Что же касаемо срочного и важного, вот здесь ваш четкий тайм-менеджмент именно вашей работы. Ваши исследования, поэтому вы заказываете реактивы, ваши исследования, вы приглашаете пациента на визит. И если вы хотите какой-то результат, вы ставите четкое время для оформления этого исследования в результат. То есть это рукопись, это тезисы, это публикации, это диссертации. Элементарно, уважаете свое время и своего научного руководителя, вы в срок должны подать, в срок должны подать ту обещанную часть, которую вы обговорили со своим научным руководителем. Если вы этого не делаете, вы постоянно отодвигаете еще на два периода минимум. Дальше, что срочно, но не важно. Как правило, молодые исследователи обеспечивают себя срочной, неважной работой, прокрастинируя. Чтобы не заниматься научной работой, они начинают активно обеспечивать свой быт. Вот, я сама писала диссертацию, помню, что прежде чем написать диссертацию, я пойду помою пять раз посуду, уберусь дома, схожу еще что-нибудь поделаю. Вот, чтобы вот этого не случилось, возможно, все, что возможно, что вы можете. Делегируйте, пожалуйста, чтобы попасть в сроки. Либо жестко, так скажем, жестко себя ставить в рамки, что нужно там хотя бы какое-то время, каждый день вы уделяете научной работе. Что к этому относится? Это обеспечение быта, это какая-то семейная рутина. Я не говорю про семейную жизнь, мы ни в коем случае не жертвуем своей семьей. И это общественная жизнь. То есть, если вас нагружают там не по работе, а по каким-то вот другим моментам, да, можете делегировать, делегируйте. Но, так скажем, все должно быть разумно. А то, что вот несрочно и неважно, можете вообще отложить и забыть. Есть одно определенное правило административное. Когда вам дают какую-то работу, пусть работа немного отлежится, потому что, возможно, этого делать даже и не надо будет. Поэтому определяйте четко свое время согласно матрице Эйзенхаура. Ну и, конечно же, помним, что мы к большой цели идем маленькими шагами, да, к оформлению своего большого исследования мы идем постепенно, да, поэтому прописываем каждый шаг. Вот если вы составите план, вы не выполните его 100% в те сроки, которые вы прописали, но вы будете к этому очень близки, и вы достигнете максимального результата, потому что всех нас научил 2020 год, никто не ждал эту пандемию. И он нас научил тому, что если у вас есть план, вы хотя бы как-то будете придерживаться и выполнить это. Нет плана, то вообще все рухнет. Что же касаемо денег, с какими чаще всего проблемами мы встречаемся, и как этого избежать? Все вы взрослые люди, вы понимаете, что цены растут, и если вы запланировали один бюджет в начале 2021 года, то вы не влезете в эти рамки даже к июлю 2021 года, потому что цены растут, и надо тогда делать быстро. Это один из вариантов. Когда у вас не хватает собственного финансирования, вы, пожалуйста, у вас есть вариант по грантам. Выигрывайте гранты, помощь спонсоров учитывайте. Но не у всех есть возможность провести полностью исследование за свой счет хотя бы какую-то часть. Ну и, конечно же, чаще всего молодые исследователи не учитывают амортизацию налоги, поскольку некоторые исследования проводятся по договорам. Не учитывая этого, я рекомендую советоваться с экономистами, опытными коллегами и составлять смету расходов. При этом в смету расходов всегда закладывайте плюс, минимум, плюс 10-15%, потому что скорость инфляции такая, и цены растут так, что вот, возможно, даже этими 10% мы не покроем. Ну и силы. При проведении исследования мы забываем про то, что вы один на свете, потому что в проведении исследования один в поле не воин, и вы должны знать, что незаменимых нет, поскольку чаще всего в большом исследовании принимает большое количество участников, в том числе и самих исследователей. Исследование может быть одно, но осветить это исследование с разных сторон, даже оформлять диссертации, у вас может быть несколько человек. Поэтому при распределении сил вы помните, что делаете не только вы, потому что есть моменты, особенно хирургические, какие-то научные исследования, когда исполнитель сам проводит операцию, но помните, что не вы делаете забор материала, собираете данные в базу, если это маленькое научное исследование, то может быть и вы, но когда это большое, это не вы один человек. Поэтому здесь важно подготовить информацию для сбора. Макет данных, да, либо это у вас Excel, либо RedCap, то есть все зависит от того, какое исследование вы проводите. Введут материал. Если проводится исследование по сбору анамнеза, то, как правило, это даже врачи клиники, и эту информацию вы берете уже из медицинско-информационной системы. Далее. И проводите инструментальные методы исследования тоже не вы. Это сотрудники клиники, на базе которой проводится исследование, поэтому здесь нужно при планировании, при распределении своих сил здесь нужно это учитывать. Что требует индивидуальных усилий, либо сторонней помощи? Я человек, который за то, чтобы каждый занимался своим делом, да. При этом, если есть человек, который может вам помочь, не преднебрегайте этой помощью. Статистика. Искреннее мое убеждение, что каждый врач, ординатор, еще со студенчества должен понимать статистику. Почему? Если вы ее не понимаете, вы никогда не оцените ту информацию, которую вам дают изначально, потому что прежде чем что-то свое придумать, нужно набраться опыта, нужно почитать литературу, нормальную литературу, и вы должны оценить. Можете вы использовать эту информацию, либо не можете. По написанию статей. Как правило, по большим исследованиям у вас много будет соавторов. Поэтому либо вы один это делаете, либо это вы делаете вместе со своими соисполнителями, которые будут являться именно соавторами. Ну и, конечно же, если вы оформляете исследование в рукопись, а именно в диссертацию, то здесь вам в помощь научный руководитель, либо ментор, который поможет вам правильно оформить этот документ. Ну и, конечно же, что делаете вы при проведении исследования, который занимает, на мой взгляд, большую часть сил ваших, это все, что касается оформления самого исследования. Если это исследование без оформления в диссертацию, то это написание протокола. Ну а если в диссертацию, то это весь сбор документов до апробации, после защиты, до защиты. То есть это крайне важный и крайне затратный энергетический период. Поэтому рассчитывайте именно на это. Тактическое планирование у нас начинается с аннотации. Аннотация – это у нас именно этап планирования. Почему? Потому что вы прописываете актуальность работы. Для этого вам нужно оценить литературу ретроспективно, то есть вы на базе чего-то базируетесь на каких-то там исследованиях, выводах на своих знаниях. Кроме того, цель и задачи вы должны прописать, научную новизну исследования, ну и, конечно же, дизайн. Дизайн исследования, который включает в себя в том числе и расчет размера выборки, и методы статистической обработки, потому что это будет зависеть именно от дизайна исследования. Ну и, конечно же, к тактическому планированию в данной ситуации будет учесть участие в исследовании других учреждений и других соисполнителей. Естественно, стоимость исследования по этапу согласована с метой. Вот с метой об этом особенно студенты и ординаторы, как правило, не задумываются. Кто это для вас будет считать? Да вы и будете считать. Поэтому это нужно учесть. Вам могут помочь экономисты, и вам могут помочь старшие сотрудники по опыту по своему. Вам в этом может помочь ваш научный руководитель. Поэтому учитывайте, что в любом случае и стратегическим, и тактическим планированием вам придется заниматься. И самым частым примером, самой частой практикой для вас – это аннотация. Это уже планирование вашей работы. Непосредственно перейдем более подробно. Я вам расскажу именно ход тактического планирования от гипотезы к статистическим методам. Почему? Разрабатывая гипотезу, нужно правильно ее составить. Согласно своей гипотезе, вы определяете цель и задачи. И, конечно же, конечные точки. Почему это важно? От этого будет зависеть ваша вся статистическая обработка. Зная свою четко цель и задачи с конечными точками, вы всегда определите, даже уже на этапе аннотации, методы статистического планирования. Но вы прописываете методы в общем, не уже какой точно у вас будет в диссертации либо в статье, а в общем. Например, если вы, у вас, вы сравниваете две группы, определили исход, две конечные точки в группах, конечную точку там наступил, исход либо не наступил. Вы понимаете, что у вас две независимые группы. Соответственно, у вас методы сравнения будут для независимых групп. Для представления данных, а у вас все данные могут быть качественными, количественными и порядковыми, вы уже определяете, как вы будете представлять данные. И здесь вы можете в общем написать, что это может быть представление количественных данных при ненормальном распределении с помощью медианной квартелей, при нормальном распределении с помощью среднего стандартного отклонения 95-процентного доверительного интервала. Ну и, соответственно, от этого вы будете также описывать методы. У меня в блоге вы можете в топлинке найти абсолютно бесплатный чек-лист по описанию методов, которые чаще всего используются при оформлении результатов исследования в статье, в диссертации. Поэтому скачивайте, можете использоваться вообще спокойно. Это большой спектр методов как для описателей статистики, так и для ответа на вопросы по прогнозированию. Если же вы, допустим, хотите заняться вопросами прогнозирования в своем исследовании, то есть на базе уже полученных результатов, вы хотите построить модель прогнозирования. А как будет развиваться там исход и будет ли он развиваться в зависимости от наличия тех или иных факторов? Здесь уже вам ответят вопросы, на эти вопросы ответят регрессионные анализы. И это вы тоже закладываете уже изначально на этапе планирования исследования. Поэтому важно понимать статистику, понимать, на какие вопросы каждый метод отвечает. В зависимости от этого вы будете через цели задачи решать эти вопросы. Поэтому четко идем гипотеза, цели задачи с конечными точками, статистические методы, и постепенно мы с вами переходим к расчету выборки. На самом деле в расчете выборки нет ничего сложного. И никогда, я никому отдельно, просто от самого исследователя никогда не считаю вообще объем выборки. Почему? Потому что лучше вас ту проблему, которую вы изучаете, никто не может знать. Всем известны стандартные значения по ошибке первого рода, которые закладываются в формулу, да, в расчет выборки. Всем известна стандартная мощность исследования, вы просто можете увеличить ее. Самое главное – это размер эффекта, который вы закладываете для определения размера выборки. Почему? Ни один статистик не изучит вашу тему настолько, чтобы определить для вас этот объем выборки. Поэтому без вас ни один статистик адекватно не справится с этой задачей. Почему это важно? Во-первых, вы могли проводить… Какими методами, да, мы проводим? Во-первых, вы могли проводить пилотные исследования. На основании уже пилота вы можете рассчитать объем выборки. Либо вы проводите расчет объема выборки на данных литературы. То есть посмотрели, изучили и вы решили, что вот на основании этих данных вы можете манипулировать именно этими значениями. Еще один интересный способ – это экспертные мнения. Но для этого нужно грамотно обосновать. И этот способ пользуется… Он допустим, он используется в обосновании расчета размера выборки. В чем он заключается? Когда вы провели исследование пилотное, да, рассчитываете, еще где-то кто-то провел, и вы посмотрели, что вот у вас как-то вот не получается, да, с тем объемом, вы точно знаете, что вы его не наберете за этот период. Вы посмотрели другие исследования. В одной стране провели там на 10 пациентах, в другой клинике провели на 30 пациентах, и вы решили, что 20 вам точно будет достаточно. Но надо это грамотно обосновать. Вот это и называется на основе экспертных мнений. Не на эффектах, а именно на том количестве людей, которые уже были… Результат исследования на том количестве наблюдений, на которых уже были опубликованы. Поэтому имейте это в виду. Ну и, конечно же, в своем исследовании даже когда вы провели и получили практически всегда или там не получили, практически во всех тех аспектах, которых вы хотели, получили те результаты, которые ожидали, я рекомендую еще проводить мощность уже проведенного исследования. Вы могли закладывать в расчет выборки, допустим, мощность поставили 95%, а получили 79%. И в такой ситуации вы даже не достигли нижнего порога 80%. Поэтому, если особенно у вас малое количество наблюдений, если у вас маленькая выборка, всегда рекомендую проводить мощность уже проведенного исследования. Поэтому от этого будет зависеть ваши результаты. Общее направление – все у нас по данному материалу. Могу ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Буду рада. Ирина, нас слышно? Вы нас слышите? Нет, не слышите. Ир, возьмите. Ир, а вы слышите, когда я говорю? А, я вас спрашиваю, просто вы не ответили. Ага, извините, я думал, не слышно. Ну, во-первых, спасибо огромное. Очень интересная презентация. И для ребят это такое некое обобщение, о чем мы говорили несколько последних встреч, там, журнальных клубов. Поэтому вот то, что я хотел, чтобы они услышали, вот мы получили. И вы большой молодец. И я ребятам хочу сказать обязательно, чтобы они почитали материалы и вашего блога, потому что он один из самых таких информативных по и медицинской статистике, и по научным публикациям. И, в общем-то, я им его сильно рекомендовал. И, конечно же, когда будет идти исследование, очень важно, вот если они будут планировать исследование, чтобы они знали, что можно есть специалисты, к которым можно обратиться, посоветоваться и усилить и улучшить тем самым свою работу. Вот. Поэтому мне очень приятно, что мы вот так познакомились и вы согласились выступить перед нами. Для нас это будет большая польза. А теперь, ребята, есть ли у вас какие-то вопросы конкретно по этой лекции? Нет? Ну, они... Вы настолько предельно понятно рассказали вот это все, да? Ну, алгоритмы, структуру вот этой подготовки. У нас, может быть, есть кто-то в чате, кто хочет спросить? Нету. Вот, Ир, а вопрос планирования в плане финансов, да, и так далее. Все-таки, наверное, надо стараться свое исследование совмещать с какой-то позицией, которая может дать эти финансы, какой-то грант, какой-то еще... Нет? Очень мало исследований, которые можно сейчас хороших сделать, взят. Значит, по планированию исследований, я бы хотела немного оговорить тот момент, что у вас, конечно, в Питере, да, в Москве студенты, ординаторы и, в общем, ученые не боятся подавать награнты. здесь у нас, я сама из Кемерово, за Уралом почему-то чаще исследователи проводят за свой счет большую часть самого исследования, особенно, если это какие-то дорогостоящие лабораторные методы исследования, да, анализы, либо это генетические какие-то анализы, пробы. Поэтому при планировании, конечно, максимально нужно использовать бюджет, тот, который предоставляет либо грант, либо, если есть возможность, то на базе клиники вы бы могли это обоснованно назначать те инструментальные методы, да, исследования, лабораторные исследования. Конечно же, лучше это делать за чужой счет, поскольку тогда никто у нас не станет заниматься наукой, если мы будем это все делать за свой счет. Тем более, это молодые ученые, которым есть куда потратить свои денежные средства, помимо этого. Ира, там вопросы в чате. Я вам хочу сказать, что есть люди, которые хотят вкладывать в науку, есть люди, которые редко, но предлагают свою помощь в финансировании и проведении исследования. Да. Ирина, спасибо. Есть вопрос в чате. на этапе планирования целесообразно иметь контакт со статистиком медицинским изначально грамотного, ну вот пишут, для изначально грамотного статистического планирования и последующих адекватных расчетов для грамотного описания статистических методов на этапе планирования. и это реально сделать самому, обладая базовыми знаниями. Спасибо за вопрос. Базовых знаний достаточно для интерпретации данных и для понимания. Это вот тот базовый уровень, на основании которых вы сможете понять, есть различия, нет различий, правильно вам посчитали результаты либо неправильно, поскольку даже когда рассчитывают результаты другой человек, специалист, к которому вы обращаетесь, вы должны это понимать. Базовый уровень вам в любом случае нужен самостоятельно это сделать, но, наверное, описательную статистику можно сделать легко и самостоятельно. Но описательная статистика это самый большой объем в статобработке, поскольку, как правило, база данных измеряется не количеством наблюдений, а количеством признаков, которые вы рассчитываете, по которым вы считаете. Поэтому это большой объем, если у вас хватает для этого времени, для описания результатов, то, конечно, можете сделать самостоятельно. Что же касаемо более сложных методов исследования, когда вы решаете вопросы прогнозирования, классификации, либо определяете пороговую точку какого-то количественного показателя, здесь бы я рекомендовала как минимум провести консультацию. Если вы владеете стат-методами и проведением в анализе, например, в Джамуве, она абсолютно интуитивная программа, кстати, почему-то часто не работает некоторые пакеты, не знаю почему, но она интуитивная настолько, что просто отмечая галочки, вы можете провести всю стат-обработку. по сложным методам исследования как минимум консультация почему, потому что есть нюансы, не бывает абсолютно описания любой модели по учебнику, потому что это наблюдение, это живые пациенты, живые люди, у которых бывают различные диапазоны значений по лабораторным показателям, и некоторые моменты, они могут выдать такие результаты, которые вам сразу сходу будут сложно интерпретировать. Поэтому связь со статистиком конечно же нужна, кому вы можете обратиться, но в сложных методах исследования я бы советовала, рекомендовала все-таки обратиться к специалисту, потому что вы можете пропустить то, что может потом оказаться для вас горькой ошибкой. А по поводу изначального статистического планирования, ну здесь больше бы я рекомендовала изучить именно дизайны исследования, поскольку если вы грамотно пропишете дизайн, у вас не возникнет вопросов с выбором метода статистического и даже в прописывании его в аннотации. Я уже говорила, что можете чек-лист в топлинке у меня скачать по описанию методов, для чего, при сравнении каких, какого количества групп связанных, независимых групп, то есть это все есть. Если вы понимаете статистику, вы очень легко возьмете и перепишете это себе уже в исследовании. Ничего в этом нет, это обычная база в описании статистических методов. Поэтому если есть возможность делегировать это, можете делегировать. поэтому это все зависит от вас. Все реально, все можно сделать и статистику понять можно. Тот, кто хочет, тот понимает. Спасибо. Но я так понимаю, что все-таки когда мы составили дизайн, когда мы составили протокол исследования, рассчитали хотя бы предварительно попытались выборку, если это перспективное исследование и так далее, все-таки определили первичные точки, составили дизайн базы данных, что обязательно перед исследованием. Наверное, вот это все на этом этапе лучше показать специалисту, если ты планируешь потом, чтобы он тебе помог с расчетом каких-то вещей, потому что по моему опыту ошибки на этом этапе потом ведут колоссальной трудоемкой работе в конце исследования. И зачастую многих данных уже потом просто не найти и не вернуть, чтобы что-то обсчитать, что понадобилось вдруг. Поэтому, наверное, все-таки целесообразно, когда уже все, исследование все готово, все-таки провести консультацию с человеком, который или непосредственно с медицинским статистиком, если такое имеется, или с человеком, который все-таки очень хорошо в этом понимает. Безусловно, это будет большим плюсом для вашей работы, поскольку совет опытного специалиста, он позволит экологично пережить те моменты, которые могут негативно сказаться на исследовании, элементарно посоветовать даже, как вести базу данных. вот сразу скажу, что хороший статанализ вы не проведете без хорошей базы данных. Вот если вы изначально неправильно составили ни один статистик, даже самые именованные, самые титулованные, вам не проведет нормальный адекватный статистический анализ. Но об этом мы с вами поговорим в следующей лекции. Это будет мастер-класс по составлению базы данных, поскольку это самая важная часть при статистическом анализе. Ну вот, мне кажется, надо дождаться следующей лекции, потом уже более четко сформулируются уже вопросы, потому что там много вопросов именно по базе и вот по этому планированию нету. Ир, спасибо огромное. Ребят, есть ли еще какие-то вопросы в чате? Ребята говорят, что вопросов у них нету. Ир, мы тогда они появятся, когда они начнут сами что-то делать, потому что сейчас кажется, это либо не для меня, либо это все понятно, но когда сами приступаете и возникают первые моменты, так скажем, камни преткновения, возникают, то здесь будут уже вопросы, потому что любую статистику, любое проведение исследования нужно не только делать на бумаге, изучать по книжкам, нужно сразу это переводить свой навык. Ир, ну я могу сказать, что вот сама лекция и сама наша беседа, она крайне понятна, абсолютно адаптирована под нашу аудиторию, поэтому спасибо большое, сейчас пускай эта тема немножко, возможно, сложновата, даже некоторым ребятам, кто помоложе, они сейчас переварят это, пересмотрят, и я думаю, очень много полезного для себя унесу. Спасибо большое, Ир. Тогда мы на следующую субботу, ладно, и ну и формировать какие-то еще вопросы, чтобы вам задать, ладно? Конечно, следующую субботу у нас будет по формированию диссертации от базы данных до кирпича, здесь, так скажем, уже продолжение планирования, ну тоже такие основные базовые общие моменты, потому что любой человек это, во-первых, индивидуум, которому могут не подойти и всегда будут факты, ну какие-то моменты, исключения, да, из правил. Это общее направление, которое вы можете изучить, применить для себя, либо не применить, но для, скажем, общего системного понимания всего процесса это важно. Ир, спасибо огромное, вам хорошего дня, и до скорой встречи тогда, ладно?